Раз, два, поехали. Для настоящего спортсмена победа в соревнованиях только повод для того, чтобы больше работать и добиваться лучших результатов. Евгений Макушин и Аким Билай с очередных состязаний привезли золотую и бронзовую медали. Впрочем, как признаются сами спортсмены, соревновательный график у них довольно плотный. Если выездные, то может быть раз в два месяца, раз в месяц. А внутренние здесь можем ездить каждую неделю или через каждую две недели. Кубок Дружбы, откуда ребята приехали недавно с боевыми трофеями, проводился в 19-й раз. В нем приняли участие более 200 спортсменов со всей страны. Их тренер Евгений Гусев отмечает, что далеко не все, кто посещает занятия по боксу, добиваются высоких результатов. Для этого необходимы и целеустремленность, и желание работать над собой. Занимается порядка 30 человек в общей сложности. То есть младшая группа и та группа, которая участвует на соревнованиях. Действующих спортсменов человек 6. Человек приходит для здоровья, проходит время, он смотрит на тех, кто выступает на соревнованиях и начинает какие-то новые себе цели ставить. Ребята идут к своим целям, а они у них довольно амбициозные. Евгений и Аким занимаются боксом чуть больше двух лет, но уже сейчас ставят перед собой далеко идущие планы и прекрасно понимают, что для их исполнения необходимо много трудиться. Мы занимаемся понедельник, среда, пятница. Это групповая. А вторник, четверг с тренером карьеру сделать хочу. Стать олимпийским чемпионом, мастером спорта. Не согласен на меньший обладатель первого места на Кубке Дружбы Евгений Макушин. Стать первым боксером мира, чтобы все уважали, знали. Подобные медали для любого, особенно начинающего спортсмена, только своеобразный первый шаг. Но именно с таких шагов начинается путь в большой спорт. Евгений и Аким настроены весьма решительно и можно быть уверенными, что их имена мы еще увидим в списках победителей на самых статусных соревнованиях. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжение следует...